Бسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة 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 على أشرف المرسلين محمدين وعلى آله وعلى أصحاب الجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته у меня готовая отдельная тема нету я хочу по нескольким вопросам свое мнение сказать конечно когда этот вопрос обозначил для себя я думал в первую очередь для меня и в вторую очередь вам полезными будут вопросы я сначала хочу хочу обратить внимание на сообщения на пожелания нашей главы республики вот то что он нам пожелал конечно хорошие пожелания добрые пожелания о нас хорошо думает человек но среди нас находятся люди которые ковыряются в его и не только его и других недостатках ведь этот шариат от нас не требует он нам делал добрые пожелания можно сказать делал дуа можно же сказать за это спасибо человек который носит большую тяжелую ношу он может ошибаться может уставать может быть голодным может быть холодным и в это время ковыряться в недостатках это ведь ну не мужественно не по-мужски же получается с нашей стороны когда мы ковыряемся представьте что вы находитесь на его месте что бы вы могли делать вот вчера Мухаммад Расул имам наш обозначил то что здесь городы построили в частном секторе девятиэтажные дома в частном секторе в одном плане положено жить одной семьи а там тридцать и порой и пятьдесят семья живет тридцать пятьдесят машина машина гостей вот эти люди где будут стоять вы наверное думаете я от теми отошел нет вот будучи президентом ваш сосед ваш друг ваш земляк построил такое здание вот что ты сделаешь ты будешь сносить это здание тогда будешь его врагом ты правильно сделал неправильно сделал никто не смотрит главное этому человеку не угодил поэтому я вас спрошу я тоже стараюсь не критиковать не критиковать руководство вы тоже постарайтесь я вам желаю то что желаю самому себе наоборот мы сделаем дуа чтобы Аллах им дал истихамат таупих чтобы они лицом смотрели на народ вот это мы будем просить Аллаха а если будем просить Аллаха Аллах может его повернуть в нашу сторону и второе на что хотел обратить внимание лет 10-15 можно сказать тому назад когда было заседание Совета Аллимов мы там кое-кого попросили больших авторитетных Аллимов чтобы они занимались уточнением времени намаза и уточнением от начала конца месяца рамазан поскольку в Дагестане самая большая проблема заключается в этом с тех пор видимо вопрос был несозревший до последних лет ну как-то серьезно ответственно человек не почувствовал и последние три года мы его называем Кахильский Мухаммад Мухаммад Кахиви он подключил нескольких Аллимов конечно молодых и этим занимались я думаю больших результатов достигли больших результатов а то что Кахильский Мухаммад небольшой Аллим это ничего не значит но у него результат очень большой огромный но в некоторых местах то что действительно изучали Аллими за то что они имеют отношение к духовному управлению всего лишь сказали нет мы этому не верим это не они кто это мы название населенных пунктов называть не будем это вы хорошо знаете за то что эти люди которые занимались уточлением времени намаза имеют отношение к духовному управлению видите ли какой большой грех они совершили просто отношение к духовному управлению имеют а вот сейчас то что Мухаммад рассказал вот это опять таки кто-то может задавать вопрос что лучше и более крупного алима не было что ли крупные алими и такие большие алими этим заниматься у них время нет молодые занимаются молодые собирают информацию они обсуждают среди крупных алимов они самовольно решение не принимают они собирают обсуждают собирают обсуждают и вы постарайтесь соблюдать человек который уверен по какой-то причине что завтрашний день является месяцем рамазана шавала зул хайда зул хаджа не имеет значения любого месяца по каким-то убеждениям он уверен он так и сделает но хатва не выносит для вынесения хатва вот то что Мухаммад изучает мы это делаем для вынесения хатва для нафса амала это уже свое убеждение отдельная тема и когда человек по своему убеждению заранее начал уразу или же открыл уразу за это рекламировать тоже не стоит молчи покушай и все в Черкее я несколько раз в своих выступлениях говорил Черкея был говорит Ахил Хажи его звали очень известный сын Алим это тогдашнего времени он его жена почувствовала что он один день раньше или же позже от джамаата чуть-чуть отходит и и когда она его спросила вот когда в этом году уразу начинаем он сказал спроси имам я для себя делаю это по своему убеждению имам у нас у нас времени нету по себе тоже скажу пример мне родной брат подошел который жив в муцалауле когда уразу начинаем я говорю спроси имама хотя я муфтием являюсь я говорю ты спроси имама я с имамом сам разберусь прошло время когда уже наступило время начало месяца рамазан в муцалауле наверное здесь есть один-два жители муцалаула там чуть-чуть разногласие пошло когда начинаем духовное управление какой день а мы какой день Гамбулат их он говорит жамаату вот брат муфтия давай у него спросим и спросили вот говорит вот когда начинаем там уразу я когда так спросил мне сказали следуй за имамом и все имам правильно делает неправильно делает это же другая тема у него для себя подготовлена квартира на том свете есть а где эта квартира находится потом определим на минусы или на плюсы и особенно вас прошу когда начало конец месяца рамазан обсуждают люди которые не соблюдают требования ислама хоть их затыкать можете сказать лет ты уважаемый сам соблюдай потом можно интересоваться сами не соблюдают уразу не держат но хотят быть в теме поэтому говорят вот в этом году не можете объединиться можно сказать какое твое дело ты держи сначала уразу потом учи нас хоть так говорите и несколько вопросов это то что я говорил был не по теме тогда вы скажете а по теме наверное огромное выступление у меня вот несколько предложений в первую очередь хочется обратить имам поскольку здесь имами и селения и районов и крупные алими когда имами в мечетях пятничных особенно и других днях другие дни когда читают проповедь когда они переводят с арабского на свой родной язык или же на русский очень непонятно бывает поэтому вы постарайтесь сначала сажать своих членов семьи им делайте ваза если они понимают то что вы говорите потом делайте для людей а то вы как подклассники подклассникам переводите ильям дудачай а пока до конца предложений ты дойдешь они начало забывают вот Мухаммад Расул и Зайнула мне нравится их перевод даже я понимаю не только джахили поэтому вы постарайтесь сначала делать для своих близких ваза это одно мое предложение второе задают вопрос почему вот столько времени после перестройки имамы ваза делают а люди хорошими не становятся мы же все слушаем ваза имам это в этом виноваты имамы в том числе и я почему потому что имамы говорят ваза делают для людей а надо как надо ваза делать для себя и для своей семьи потом для людей а имам начинает сначала для людей поэтому пользы нет имамы пересмотрите вот это свое намерение и делайте ваза для себя и для своей семьи что им нужно вот это делайте потом до людей дойдет и пусть ты и твои члены семьи соблюдают вот это еще второй хочется обратить внимание имаму в селах бывают люди которые очень плохо живутся дети остались там родители несостоятельные старые люди без должного внимания хорошо перед 9 мая всем участникам войны обращают внимание со стороны государства а не участники что сделали поэтому уважаемые имами в каждом селении если вы будете подходить любой семье там особенно в селах там дрова надо рубить вот такие моменты обратите внимание на беспомощных взрослых старых людей и имейте ввиду завтра ты окажешься на их месте а вселенные достаточно и состоятельные и несостоятельные даже ему этому несостоятельному человеку бывает неудобно от богатого человека взять имам для всех как отец от имама они возьмут помощь поэтому обратите на это внимание чтобы имам действительно когда дочку выдают без родителей замуж имам как уверенно чувствует гордостью подходит этому вопросу и говорит видишь как я отец твой он же отец всех и несостоятельных и не только когда замуж выходит и когда замуж не выходит старым тоже он отец еще имам стоит обратить внимание иногда когда я вижу молодого человека я спрашиваю сколько лет он говорит 25 30 35 я говорю жена дети пока не женился это кто виноват в первую очередь я вторую очередь имам имам же должен беспокоиться какой-то элементарный бывает вопрос там или же там одну комнату не завершили вот маме такой за это до 35 лет они не женятся так же нельзя так же и девочки постарайтесь вовремя выдавать девочек замуж вовремя и не тяните пока там крепость они построят дом построят это очень бывают там проблемы я здесь говорить не буду еще в наших селах очень много бывают люди которые питаются травой люди потихоньку чтобы они хотят поднимать экономику Дагестана и в России за это травой питаются это тоже вредно эта трава называется наркотики это нельзя в этом имам должен беспокоиться один два раза предупредили и то хорошо а если без предупреждения оставляем они кушают травой потом они твоих детей тоже будут учить кушать траву это принесет вред большой еще имамам хочется подсказать что вот я раньше тоже говорил когда возле поста был заседание совета алимов нас любит равнодушие безразличие человек совершает что-то плохое а мы молча проходим мимо от этого мы чуть-чуть отошли конечно для этого есть условия но соблюдая условия безразлично относиться ко всему что происходит вокруг нас нельзя это губит нас у тех людей которые нарушают на том свете они могут сказать если им разрешат что мы не знали и наш алим молча проходил когда он молча проходил я думал что это хорошее дело я делаю потом тебе же будет наказание за его действие чтобы до этого не дошло поскольку наступает месяц рамазан к этому времени тоже у меня к вам это уже не имамам всеми населения очень огромная просьба чтобы с уважением подошли к этому месяцу ну где дневное время ну дают там пища имеется ввиду столовые рестораны кафе тоже могут ограничивать это кто уразум не держит это естественно бывают такие люди у кого желудок болит у женщин когда они положены в общем такие узоры бывают эти люди когда уразум не держат кто уразум держит им уважительно относиться хоть можно же на улице держать вот так папирос сигареты когда за рулем ездят можно же куда-то отходить если так он шарят ему разрешают уразум держать хоть уважать мусульман же можно хоть у вас разруез уразум не держат имей совести людям не покажи что ты уразум не держишь тоже просто еще во время каникулы очень большая пресса родителям чтобы вы своих детей отправляли по мечетям чтобы они это время хотя бы правильно совершать намаз научились а многие родители сами не умеют намаз делать они потому что выросли в советский период они вас будут дома учить вы же стесняетесь ходить мечеть имаму и сказать что я не умею намаз делать меня научи дети будут вас учить поэтому дети воспользуйтесь этим моментом отправьте детей мечети еще одна просьба всем мусульманам нам надо остерегаться улама уссу улама уссу это кто это плохие алими плохие алими алими который что то знает он аяты читает хадисы читает илма читает а нас вводит в заблуждение вот этих тоже вы остерегаетесь я почему говорю потому что если я не скажу я буду виноват я скажу вы не будете следовать вы будете виноваты пример я хочу привести вот пример мы все знаем курам рахмада хаджи рахмя аллах я говорю знаем потому что сейчас тоже знаем вот его убили за что убили он кому вред нанес нам в Дагестане он кому вредил никому не вредил а его убивают это исполнители они просто исполнители сначала они ждут исполнителей кто убивает такого человека вот эти флешки которые получили наши люди может там были люди которые закат не выдавали не выплачивали а были которые закат выплачивали и налог платили им тоже они отправляли флешки опять таки алими выносили фатва что этому человеку вот это большой бизнесмен это махлют ему можно эту флешку отправить и вот так они выносили этих алимов можно назвать улама усу я двоих называл могу еще тоже могу называть вот Нур-Мухаммад из Губдена в чем он был виноват рамазан месяц на утренний намаз мечеть ходил человек убили как известных можно сказать как бахру алим за что убили его убивать же кто-то вынес решение опять так я говорю улама усу алим который читает аяты от сайта фанди ада салава сирра когда его творили это даже неверующим и слезы держать не могли даже неверующие а решение кто-то вынес кто вынес алим поэтому я вас прошу уважаемые братья остерегайтесь улама усу плохие алими на языке у них аяты хадисы и хорошие изречения а делают такое плохое змея говорит я говорю иду правильно когда назад поворачиваю дырка говорит оказывается неправильно бывает я говорю правильно они тоже правильно идут а решение неправильное выносит еще раз говорю остерегайтесь плохих алимов и не отходя от того безразличия вот этот алим который вынес решение убивать таких алимов и как Мухаммад как Ура Мухаммад и как других алимов когда их убивать выносили решение я говорю где мусульмане а те сочувствующие люди которые вместе с ними находятся и те люди которые относили вот эти флешки и те люди которые исполняли это они же тоже люди я их призываю в дальнейшем не дело я вас прошу уважаемые исполнители ненужных дел оставьте это дело подумайте что будет завтра с вашими детьми кто знает когда вы убиваете алимов неужели в мире нет другого зла кроме как совершал Мухаммад хаджи вот видите с него надо было начинать ликвидировать зло чтобы мир хорошим стал а вот эти люди которые их поддерживают их доводят до людей их выгораживают им тоже стоит подумать ведь они тоже наши братья наши дети давайте подумаем пусть они тоже делают покаяние все что мы говорим это направлено на оздоровление общества и вы не думайте от того что там вы сказали несколько слов я вышел или другие предыдущие кто-то издалека приехал вам говорит несколько добрых слов для чего для того чтобы мы не ошибались чтобы мы не ошибались хотя бы на своих ошибках мы исправили себя и несколько слов хочется сказать по поводу ариката конечно я очень много время вас отнимаю вы люди устали долго сидели но все-таки хочу сказать по поводу ариката я почему это говорю потому что здесь есть кому меня исправить и кто может меня затыкать поэтому я это говорю вот по поводу ариката некоторые люди другим арикат навязывают это нельзя арикат навязывать нельзя вот к примеру вот на базаре кто торгует бывает человек который торгует зеленью ему нужно ходить по ряду и предлагать свой товар почему потому что до завтра вот эта зелень портится а в книгах сказано оценный товар покупатель оценного товара всегда найдется вот итальянским товаром по улицам кто-нибудь я не видел что вы ходили фирменными товарами в фирменные магазины люди сами ходят поэтому навязывать арикат не стоит кому суждено придет еще другой пример если у меня к примеру хороший костюм хорошая машина я же каждому не навязываю чтобы ты тоже такую машину приобрел я ему говорю вот эта машина для меня удачная хорошая не портится долго ездить экономичный хочешь купи вот это другое дело про арикат вот так можно сказать и когда предлагаешь арикат первую очередь надо того человека любить вторую очередь надо его жалить третью очередь надо вот так предлагать не так сказать ты арикаты нет ты там инкарчи или подвес ты в аду будешь за тебя могиле устар не ответить и прочее какой нельзя ему не суждено пускай живет своей жизнью и то что второй хочу обратить внимание муриду я часто это говорю муриды думают что они муриды и они хорошие нет они нехорошие они хорошие будут когда будут соблюдать когда будут уважать друг друга когда будут не муриды больше чем муриды уважают вот тогда будут хорошими и когда хороший плохой тоже узнает на том свете на этом свете как можно узнать кто хороший кто плохой вот арикатский принцип если ты думаешь что ты лучше чем пиран ты гордый человек уже все а гордому человеку гордому человеку в раю места нет а когда ты думаешь что чем пиран хуже ты над кем будешь гордиться и кому будешь по груди бить сказать я хороший чем ты ты хуже чем пиран так тоже должен думать каждый мурид поэтому вот такие вещи тоже мурид не делайте и если вопрос задать а что же делать каждый пускай себя начинает исправить свою семью исправляет своих детей исправляет особенно дети алимов бывают чуть наглые не хочу сказать невоспитанные невоспитанные бывают потому что они по мавлидам ходят что попало там кушают и дети тоже вот такие бывают что попало поэтому постарайтесь со своей семьи начинать чтобы воспитать их и еще что связано с арикатом хочу сказать вот мечетях в основном зале некоторых мечетях читают с четверга на пятницу в саловах в основном зале это я не рекомендую потому что мечети должны приходить любое время человек молиться и этот человек может быть нет арикатским может быть против ариката но в то же время он мусульман ему мы помехи создавать не имеем права потому что когда хатму и так читают в других комнатах специально саловат тоже в другом зале на второй этаж можно подниматься в другой зал можно вот изберги сказали отдельное крыло есть здесь в Махачкале отдельное крыло есть вот основной зал сохраните для молящих людей любое время вы заходят и они спокойно себя чувствуют я старался вас не задеть сказать то что я вижу полезным вам и для себя если у вас ко мне какие-то вопросы есть пожалуйста вас да а . а а Аллах Акбар!